всем привет хочу купить юнит находится в районе литл гавана это кубинский район в майами я там раньше брал и попадались неплохие вещи районе плохой 2 часа 16 минут еще ставка сейчас 60 долларов я поставил 160 но я думаю что надо будет увеличить увеличить до вот так пломба выглядит когда пломбируют так есть картины картины не принты какие-то инструменты граммофон граммофон видно что это не antique видно что не antique но в принципе тоже может стоять денег здесь какие-то инструменты на пластик похоже вот это вот интересно в принципе если кубинский район то должны быть сигары правильно но выглядит выглядит не как сигары выглядит как специи наверно да хотелось бы чтобы были сигары в разноцветных таких коллекционных тубусах но ладно посмотрим как будет вот еще сверху коробки но переклеены другим скотчем поэтому я больше чем уверен что там не как не пылесоса что-то из домашнего больше есть какой-то сундук пока не понятно насколько старые цены еще какие-то коробки старый вентилятор интересно колонки видно что колонки немножко потертые побитые колонки не новая но в принципе это могут быть достаточно ценные колонки если они в хорошем состоянии и мне понравился этот стол выглядит такой как antique свежекрашенный ну надо посмотреть надо посмотреть в общем в общем интересно что в коробочках интересно что в сундуке сундук скажет не меру ведь значит не старый получил я сегодня сообщение что я выиграл этот юнит в little gawana кубинский район в майами юнит небольшой обошелся он в 210 долларов я в принципе сегодня свободен я смогу это поснимать и юнит небольшое смогу все это сам забрать вот открыли юнит юнит с видом сегодня посмотрите как красиво вот так вот окно сразу коридор июнь открыли юнит специи видите специи много специи здесь нет колоночки клипс не новые но я думаю что если рабочий можно что-то получить старая микроволновка вот это вот большое это лампа хорошая лампа я думаю что долларов за 50 она точно потянет и много запечатанных видите у бумаги я думаю что посуда в общем сейчас тогда я буду это все хороший столь когда граммофон граммофон новый не какой-то не антик это новый граммофон ну вот это хороший стол это хороший стол и сейчас я вытащу посмотрю все ведра специи 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 вот такого мариновался подряд по лампе поломана должна быть третья штучка здесь попробую с двумя продать вот эти пластиковые так понимаю что-то козырьки стоит строительные вот так они выглядят не думаю что за них можно будет много получить ну хоть что-нибудь 10 долларов за штуку 20 долларов и здесь продается много они недорогие картины рисованы посуда и здесь все посуду ну не понимаю зачем кто-то оставляет вот так с водой или может это не вода было она здесь внутри продукт испании мускат может нормально а вот здесь есть такой фонтан тоже искусство такого немножко правда 2004 год для 2004 года он в ужасном состоянии вазы вазы недорогие 10 долларов этого ваза made in china это получше это уже лучше будет надо будет оценить симпатично до горшок но горшок клейный в трещинах был разбит номер 153 не думаю что это цена в коробках рождество здесь рождество и здесь рождество интересно искусство красиво здоровенные картины вот это большое искусство я не знаю может тоже другой слушайте вазы картины патифон это не патифон это граммофон в чем отличие граммофон имеет внешне большой рупор в свою очередь патифон имеет маленький встроенный рупор его легче переносить и проще хранить первый патифон в ссср импортировала французская компания патте отсюда и взялось название патифон но они значительно отличаются размерами и качеством звука вот что такое патифон но не путать с паттисон потому что паттисон это овощ из рода тыквенных его в свою очередь путают с кабачком и цукини что у этих овощей общего и чем они отличаются если интересно я смогу рассмотреть в следующем видео инструменты но очень странно что такие инструменты лежат в одном юнити с китайскими вазами или с такими картинами обычно так не происходит обычно либо картины либо такие инструменты и вообще такое ощущение что это был какой-то садовник который бомбанул дом хозяйский пока те были в отъезде колоночки и усилочек ну эти вроде целы не вот это порвано начал открывать сундук сломал ручку представляете оказывается надо было кровать другую сторону что значит значит сильный здесь пластинки хулио глисис хулио глисис баррюайт 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 пустой барбара стрейзен понять и простить так это что это гипс должна быть бронза заказное так это что за большое искусство монеты коллекшн с 85 инчей но тоже гипс должна быть бронза так монеты о много монет а слушайте ну это все центы все центы вот какие монеты нашел 1905 год это можно оставить 1908 как новая обычный центр 1904 1905 год 1908 год вот смотрите какие есть стальные 1943 43 43 43 43 тоже страна тоже 43 1906 это старая откладывает то что я хочу забрать вот обычный центр 1920 20 вот эти вот остальные надо забрать тоже интересно посмотри сколько стоит 1907 1935 обычный 1944 1943 1968 как новенький так это сюда серебряный может а это что 1909 вот это интересно в общем я откладываю серебряные откладываю вот эти вот это которые старые и серебряные центры или стальные какие-то 1903 1952 сюда 39 в общем это можно вот эти все это можно как раз я хотел показать как работает автомат по приему мелочи вот я думаю что самое время вот это все тут ну слушайте ну доллара 4 будет наверно 3 то точно ну короче на кофе хватит поэтому я сейчас заеду покажу как работает автомат который собирает монеты выдает денежку а себе получил кофеечек ну насобирали центр слушать 41 43 45 или 43 55 46 40 40 слушать это тут можно по каждому году собрать 46 прикольно в общем пожарный в общем вот это кофе это обычные центы а вот это какие-то остальные в общем я не знаю 243 здесь был один мне понравился вот этот видят он как и стали из кусков вылитой вот этот вид вот этот вид 906 картину надо проверить остальные монеты надо проверить надо купить кофе сначала все сложить, а потом купить кофе и покажу как работает машина по сбору мелочи прикольно работает диски, флешка написано винтаж и вот в таких картинах очень хорошо, что они ставят свои имена в углу, хоть понятно с какой стороны ее смотреть а то так черт ее знает перевернешь и будет висеть всю жизнь окажется вверх ногами а так пожалуйста, обозначение вам это низ эти инструменты, они занимают много места они постоянно падают и за них постоянно цепляюсь но их надо забрать вот здесь я был, вот эту дверь я очистил на втором этаже уже темно, я ковырялся с этими монетами целый вечер я пересмотрел все не было там 43 года шутка это была но там были хорошие экземпляры, надо будет их оценить хотел пошутить над теми, кто разбирается кто не разбирается в этом, тем все равно ну кофе выпил на монетке, засыпал, да и все да и фрин с тобой а те, кто разбирается, представляете, как болван сидит, ему в руки попалась монета медная 43 года он ее в автомат забросил и кофе себе купил так вот, какая история была в 43 году, во время войны всю медь пустили на оружейные заводы на производство боеприпасов поэтому все монеты чеканились все центы чеканились только из стали но кто-то допустил ошибку и напечаталось около 40 монет на сегодня известных около 15 то есть где-то еще есть в заначке это очень редкие монеты в 2010 году на аукционе эта монета была продана за 1 миллион 700 тысяч долларов в прошлом году я отслеживал монеты и одна монета стояла на eBay за 1 миллион долларов на продажу ее потом сняли но кроме 43 года медных монет много и других вариантов, которые стоят денег пусть не так дорого кстати, вот эти вот стальные монеты 43 года они не являются редкостью их можно купить за 2 доллара с доставкой их множество а вот монета 44 года стальная вот она стоит денег подобная ситуация как в 43 с медной монетой тоже в 44 ошибочно напечатались стальные монеты вот они стоят денег а 43 стальные нет а медные 43 дорого стоят а 44 медные недорого стоят ну в общем вот такая вот путаница но множество вариантов, которые стоят 100 долларов, 200, 1000 чуть может стоить монета и это разные года их надо все смотреть в зависимости от того, где они произведены в зависимости от того, какой тираж был монет потому что тираж одного года может быть 2 миллиона а тираж другого года может быть 200 миллионов монет они сами по себе могут быть редки кстати, вот эти стальные от медных можно отличить просто магнитом стальные притягиваются, медные магнитом не притягиваются потому что есть умельцы, которые покрывают стальные монеты медью и они выглядят как медные и они вбухивают эти подделки ну таким коллекционером и в принципе вот магнитом можно легко это проверить план был такой, что поехать домой вытрусить копилку, набрать центов и на камеру засыпать их в автомат показать себя полным идиотом как я покупаю на эти денежки кофеечек вот это было бы здорово, да? но решил сделать в короткую решил просто рассказать свой хитрющий план вот, поэтому кто хочет смотреть еще видосики подписываемся на канал ставим лайки, пишем свои комментарии, пожелания всем крепчайшего здоровья берегите себя, всем пока!